Сегодня Всемирный день травматолога-ортопеда. Эта профессия заслуживает уважения. Ведь зачастую от грамотных действий врача-травматолога-ортопеда зависит не только здоровье, но и жизнь человека. О докторе Шамиле Динаевиче ими известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Смотрите в репортаже Аллы Динаевой. Травматолог-ортопед Шамиле Динаев около 20 лет лечит людей. Десять из них он отработал в Санкт-Петербургской больнице имени Петра Великого, а после в ревматологическом центре. Оказывал плановую и неотложную хирургическую помощь при травматических повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы, занимался хирургией крупных суставов, выполнил несколько сотен малоинвазивных эндовидеохирургических операций. Всего за время работы в Петербурге выполнил более двух тысяч операций, в том числе эндопротизирование мелких и крупных суставов. Шамиле Ладинович является победителем-лауреатом городского конкурса научно-исследовательских проектов Санкт-Петербурга и Всероссийского научного конкурса в рамках Конгресса «Человек и его здоровье». А доктором он решил стать. С раннего детства я наблюдал за тем, что постоянно мама болеет. У нее постоянно болела спина. Было даже такое время, что она перестала ходить. Мы постоянно по больницам. И даже в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, специалиста, который смог бы ей помочь, было найти сложно. Мы долго искали и с трудом нашли, кто смог ее поставить на ноги. Был такой замечательный доктор Николай Терентьевич. Ну, наверное, все, что мы видим в детстве, накладывает на нас отпечаток. Пойдя в институт, я захотел стать вертебрологом. В 2005 году Шамиль Ладинович окончил медакадемию имени Мечникова в Петербурге. Действительно, закончив институт, мне повезло попасть в руки своим учителям. В первую очередь, Геннадий Павлович Салдун, бывший главный травматолог Ленинградской области. Один из первых, кто начал оперировать позвоночники в нашей стране, пересаживая различные сегменты костей с одной на другую. То есть, ну, какую-то помощь с учетом тех технических возможностей, которые были на тот момент. Ну, это был высший пилотаж. И повторить его операции до сих пор мало кто может в стране. В становлении меня, как врача, участвовали другие мои учителя. Станислав Антонович Линник и Владимир Владимирович Хаймин. Шамиль Динаев вырос в Петербурге, но его малая родина – Карачаева-Черкесия. С тех пор, как перебрался сюда, в республику, по приглашению моей коллеги, она тоже из Петербурга, Марья Мудальфовна меня пригласила вести прием в Карачаевске. До этого тоже приглашала, когда в отпуск приезжал, вести прием. Но сейчас уже на постоянной основе здесь веду прием пациентов, консультативный, лечебный. Ортопедия, в отличие от травматологии, занимается не свежими повреждениями, а больше заболеваниями, вызванными внешними факторами и врожденного характера. Чаще всего это сколиозы, проблемы с суставами и не только. Еще одна важная проблема нашего века – это гиподинамия, а бороться с ней можно с помощью зарядки. Элементарная двигательная активность улучшает питание позвоночника, уменьшает явление остеохондроза, уменьшает разрушение суставов между каждым позвонком, между собой. Все забывают, что между каждым позвонком есть маленькие суставы. Женская обувь – это бич в современности, и частое ношение каблуков приводит к нехорошим последствиям. Доктор Шамиль Одинаев объясняет, что подъем пятки ноги над уровнем земли для ходьбы очень вредно. Это связано с тем, что мы лишаем возможности нормально работать голеностопному суставу, и, соответственно, мышцы коленного сустава начинают двигаться неправильно, негативно отражается это и на спине, и не только. Работа нервных окончаний на нашей стопе напрямую влияет на работу и поджелудочной железы, и желудка, и кишечника. Соответственно, когда вы начинаете нарушать физиологию работы своей стопы, не надо удивляться, что у вас плохо переваривается пища. То есть, если вы любите узкую обувь, если вы любите красивые женские лодочки вот эти с зауженным носиком, когда все пальцы вот так сжаты, как в тисках, и при этом вы поднимаете стопу и выворачиваете, то, соответственно, нарушается работа и нервных узлов в самой стопе, и начинаются проблемы еще с пищеварительной системой. Шамиль Динаев – автор 19 научных публикаций и трех патентов Российской Федерации на изобретение в области лечения заболеваний позвоночника и лучезапятного сустава. А также он разработал новые хирургические методы в лечении заболеваний и травм позвоночника. Сейчас он работает над докторской диссертацией. Алла Динаева, Олег Бастанов, Вести, Крачева, Черкесия.